Руководство Пентагона недовольно политикой Обамы в Сирии. Как пишет одно из британских изданий, в комитете начальников штабов проявляется скрытое несогласие и даже открытая оппозиция. Выясняется, что еще два года назад военные предупреждали президента о том, что в случае свержения Башара Асада события в Сирии начнут развиваться по ливийскому сценарию, то есть страна превратится в рассадник радикального ислама. Но Обама, как пишет издание, предпочитал мыслить в духе холодной войны. Кроме того, разведчики особо отметили роль в конфликте с Турцией, которая фактически адаптировала американские планы под собственные цели, настояв на масштабном вооружении антиасадовских сил. В итоге оружие попало к террористам. То, что началось как скрытая программа США по вооружению поддержки умеренной оппозиции, с подключением Турции трансформировалась во всеобъемлющую программу технической, логистической и военной помощи всей оппозиции, включая группировки Джабхата Нусра и Исламское государство. Так называемые умеренные испарились. Оценка была мрачной. Умеренной оппозиции не существовало. США вооружали экстремистов. В подобном ключе высказались и эксперты Центра по изучению религии и геополитики. Эта организация работает под эгидой фонда Тони Блэра, экс-премьера Великобритании. Аналитики утверждают, цитирую, что любая попытка международных сил поделить боевиков на приемлемых, умеренных и неприемлемых, радикальных ущербна. Как минимум треть сирийских группировок, которые на Западе принято называть умеренными, разделяют радикальные взгляды.